Здарова, пацаны! У каждого актёра есть фильм, после которого он, что называется, просыпается знаменитым. Но кино делает звёздами не только людей, но и машины. И о нескольких таких культовых машинах из фильмов мы сегодня расскажем вам в этом видео. А в конце вы сможете определить самый лучший фильм про машины. Поехали! Астон Мартин из «Умри, но не сейчас». Иногда бывает достаточно сложно выбрать лучшие моменты из фильмов про Бонда. Ведь каждый новый фильм пытается превзойти предыдущий. Сцены, девушки или автомобили – все борются за наше внимание. И каждый из них является объектом зрительской фантазии. «Умри, но не сейчас» – главный автомобиль. Компания «Астон Мартин» представила модель «Ванкеш» с помощью фильма про Бонда. И это был один из самых эффективных её трюков. Помимо того, что он очень быстрый, обтекаемый и всегда манёвренный в погонях, у него есть необходимая крутизна – Бонда. «Экто-1 Кадиллак» из «Охотников за привидениями» 1959 год. Охотники за привидениями ездили на переоборудованном универсале, похожем на старомодную карету скорой помощи. В самом деле оригинальный автомобиль был «Кадиллак Миллер Метеор» 1959 года. Ему предназначалось вмещать всё оборудование «Охотников за привидениями» и вместе с тем выглядеть круто в Нью-Йорке. Было задействовано три «Кадиллак Миллер Метеор» 1959 года производства. Общий вес «Экто-1» составляет 5000 фунтов, а его длина превышает 20 футов. У него отсутствует блокировка, а переключатель у него типа «пуш-то-старт». «Форд Фалкон» из «Безумного Макса» 1973 года. Так как «Безумный Макс» был снят в Австралии, большинство автомобилей, используемых в фильме, были также австралийскими. И большая часть из них была переделана. Чёрный «Пурзит Спешл Интерцептор» Макса был изменён больше всего. Произведённый в 1973 году как «Форд Фалкон XBGT» — это исключительно австралийский автомобиль. Попав на съёмочную площадку, он обзавёлся четырёхступенчатой механической коробкой передач, а трансмиссия была сохранена, вместе с большей частью оригинального интерьера. Хотя, за исключением рулевого колеса, подсветки, переключателя вентилятора и верхней консоли, их тоже сильно изменили. И вот, оцените разницу. Бэтмобиль. Стакан. Тёмный рыцарь представляет новый Бэтмобиль, известный как «Стакан», а для большинства поклонников, как самый крутой Бэтмобиль серии из один из самых крутых автомобилей, когда-либо созданных в кино. Это, конечно, очень субъективное мнение, но широко распространённое. Автомобиль на 8 дюймов шире обычного полугрузовика. Весит почти столько же, как и Хаммер H2. Разгоняется с места до 60 миль в час за 5 секунд и может прыгать с 30 фунтов. В кабине есть место для водителя и одного пассажира. С уникальным расположением водителя. При нормальных условиях вождения водитель просто сидит в левом кресле. В режиме атака водительское сидение перемещается к центру автомобиля, а водитель оказывается лежащим лицом вниз головой в центральной части между передними колёсами. Делорион из «Назад в будущее». В реальной жизни Делорион не был выдающимся автомобилем. Но в кино он был преобразован в самую крутую машину времени на свете. Как только он достигал магических 88 миль в час, он прыгал в следующий период времени. Поездка, в которой участвовали все любители кино в мире. И в каждом фильме автомобиль мог похвастаться своей собственной сюжетной линией. Например, пустым баком на Диком Западе, когда бензин ещё не был изобретён. «1970. Додж Челленджер. Исчезающая точка». Ну и как бонус мы вам не могли не рассказать про легендарный Додж. Это просто самый крутой автомобиль в одном из самых крутых автомобильных фильмов. Тарантино отдал должное этому фильму в своей части «Грайндхауса», изображая любовь поколения многих, кто смотрел «Исчезнувшую точку» ночью на ТВ или кому посчастливилось посмотреть её в кинотеатре. А теперь игра. Какой фильм вы больше любите? Бумер или Форсаж? Напишите прямо сейчас в комментарии, так мы узнаем, что больше по душе именно тебе.